Митрополия Молдовы грозится перестать упоминать в молитвах руководство страны, если не будет снят запрет на проведение богослужений в церквях. Сейчас они разрешены только под открытым небом. Митрополия направила обращение к премьер-министру, в котором выражает недовольство тем, что с ней не посоветовались перед продлением карантинных мер и просит, чтобы ее представителей в кратчащие сроки пригласили на консультации. Молдавская церковь к тому же жалуется на необоснованные штрафы. Возмущенные священники, дезориентированные верующие, оштрафованные или закрытые на карантин храмы – это кампания по очернению церкви, каких давно не было. Храмы клеймят, как очаги инфекции, с антисанитарными условиями и средневековыми обрядами, говорится в письме Митрополии. Еще она озабочена настроениями, появившимися среди верующих. Маргинализация церкви и загон ее в угол только подпитывают самые мрачные и апокалиптические сценарии. На фоне общей всетревоженности активизировались церковные группы с радикальными взглядами, которые создают напряженность между прихожанами и священниками. Так же говорится в обращении. Советник премьер-министра Виталий Драганча в ответ призвал представителей Митрополии проявить больше понимания в сложившейся кризисной ситуации. Не знаю, как квалифицировать эти угрозы, предупреждения. Думаю, что нужно отключить эмоции и спокойнее отнестись к сложной ситуации, в которой мы находимся. Так все мы придем к тому времени, когда церковные богослужения можно будет проводить без какой-либо опасности для здоровья людей. С началом вспышки коронавирусной инфекции в стране запретили любые церковные службы с прихожанами. 10 мая было сделано послабление, и теперь верующие могут молиться во дворах храмов. При этом они обязаны прикрывать лицо, соблюдать двухметровую дистанцию от окружающих и не дотрагиваться до икон и распятий.